приветствую так вы скажите точно сначала как вас звать и фамилия меня зовут вячеслав александрович так вячеслав александрович фамилия пестриков пестриков да а где вы находитесь череповец череповец это область какая черепа из вологодская как он сказал вологодская вологодская так у нас все записывается выставляете в интернет вы не против не знаю нужна то какая принципе без разницы мне хотите чтобы претензий не было никаких мы открыто говорим говорите пожалуйста в принципе просто я услышал ваши как бы ну выступление по поводу леофана до фильма начин мне очень понравилась эта вся информация то что вы даете там ну вот как-то с вами не сталкивался и не знал о вашем существовании что-то мне стало любопытно посмотреть на вас может быть услышать что-то какие-то умные вещи ну может в чем-то посоветоваться может что-то подсказать со своей стороны если интерес будет с вашей стороны как бы ну наверное что интерес я вас всем не знаю вы обо мне могли хоть что-то прочитать узнать буквально сегодня вот я увидел это интервью систем что фильм хотел посмотреть но и меня как-то это стороне были опытная объем знаний которыми владеете там принципе то ну то есть много чего я всю жизнь медицине занимает мне 57 лет всю жизнь лечу людей принципе это но и вот сталкиваюсь с многими вещами и церковными и как бы божественными и с необычными занимаюсь лечебной практикой очень разными заболеваниями заболевания разными методами лечения ну вот может быть вам вот это интересно мне это не интересно я не болею я православный христианин и полностью полагаюсь на бога я не пью не курю мясо не ем для меня нормальная жизнь это и болеть и не болеть я за все благодарю ну дай бог дай бог значит ну как бы даже не знаю в чем сформулировать этот вопрос ответ просто ну вот интересно мне взаимоотношения бога сатаны вот в этой жизни вообще скажи ну в целом каких-то бибельских там вещах и вообще по жизни потому что приходится сталкиваться с этими вещами вот может быть как-то хотелось услышать какой-то совет может быть что-то может подправить и можно что-то я неправильно понимаю вот в этом плане у вас страничка есть в моем мире mail.ru да есть но там я редко бываю в контакте есть я в контакте как раз не бывает там модераторы работают а вы моем мире можете напрямую на меня выйти и тогда я вам даже могу здесь скайпе послать данные у нас пошли ты хорошо о чем у вас там ведь есть информация там и сайт вроде у вас есть виде то самое там ссылочку и форум и канал youtube туда придете допустим на сайт там я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса согласно святой библии канонов церковных жития святых и трудов святых отцов моего почти нет ничего все понятно понятно конечно вы занятой человек чушь говорит я занимаю ваше время может быть зря пожалуйста я просто вам говорю что на вопросы я отвечаю так как отвечали святые отцы ну первую очередь авторитет святой библии ну все понятно мне это понятно видите даже вот сейчас вот я честно говорят не могу даже задать вам конкретный вопрос потому что у меня нет вопросов у меня есть ответы на все как как мне кажется попробуйте попробуйте задать и посмотреть с вашим ответом сойдется или нет ну хорошо вот занимаюсь я как сказал разными методиками лечебными разными в общем мануальной терапии уже лет двадцать пять знаете наверное этот метод лечения ну лечение руками костопраста вот это много но я хочу первый вопрос поставить а надо ли лечить этих людей ну видите зачем тогда медицина как мне надо это если нет кого я просто вопрос ставлю я бы лежал в краевой больнице я на стройке всю жизнь работал и у меня с позвонком три грыжи у меня тяжести носил и меня привезли и вот пришел профессор он обо мне слышал вздумал познакомиться а я иду по коридору на встречу гляжу везде надписи вверху висят курение и лечение несовместимы это молодцы краевая больница и вот он со мной разговаривает вопросы задает вот так я ему отвечаю он говорит о вас свои мысли то есть я говорю какие ну вы отвечаете каким-то стандартами я говорю господь сказал но вы сами своими мыслями то хоть попользуйтесь я говорю а я вас сразу узнал вы еще в раю киеве подходили вы хотите меня выбросить за сокровную ограду а там разделаться со мной как это змея семи главы не будет этого потому что лучше книжная мудрость чем самогритная глупость и он потерял ко мне всякий интерес все понятно но ведь тут если с вашей как бы с точки зрения значит тогда вообще медицина не нужна как бог дал бог взял в эту шкабу я повторю 76 год я еще не был ни одной таблетки и спрашиваю что у меня болит меня не могу уснуть у меня руки вывершены в кгб были я сколько прошел 5 тюрем мне это ничего не значит я каждый день радуюсь и благодарю за все бога такие рад за вас это значит гена крепки мама с папой подарили хорошее здоровье вот вот а я работаю на конце химии у меня цеха сердце на северстале работаю цеховым терапевтом у меня как сухим это самый вредный цех на всем подожди я не понял что я работаю это повторить я работаю в поликлинике медицин части северстале это комбинат череповцы и вот цех у меня прикрепленные самый вредный как сахим производства и вот я работаю там 30 лет я наблюдаю здоровье своих пациентов уже 30 лет то есть они вот раньше были когда молодые пальцы веером крутили я сейчас вижу через 30 лет кто остался жив мое мнение такое что курящих не надо лечить пьяниц не надо лечить это напрасная трата государственных денег и после где-то 60 лет людям нужно относиться осторожно отправлять их домой лечить надо молодых которые попали в аварию там где-то в конфликтах поврежденные а что тратить на нас стариков время и средства и вот старики нет у нас денег на лекарства я вообще такой вопрос не знаю у меня их нету в доме никаких у меня лекарство одно мед ложка меду на ночь все можно позавидовать вам крепко здоровье это редкость большая да и к чему на коксохимии то есть такое понятие индекс здоровья то есть процент людей которые вообще не обращаются к врачам в течение года вот на коксохимии какой думаете процент людей которые вообще не обращаются условия труда ну как преисподне вот знаете там вот у сатаны потому что условия страшные коксовый это самое кокс гонят там тысячи градусов температура запаленной а люди не болеют процентов на 60 так как с химии вообще не обращаются не болеют не значит причин для этого очень много включая врожденные какие-то вещи ну и я думаю что сейчас обстановка такая просто бояться обращаться к врачам сокращают там это все профосмотры знаете вот то есть вам повезло то есть кому-то из моих пациентов тоже повезло но кому-то из моих пациентов не повезло а кому-то я помог почему потому что я выявил скажем рак своевременно дам уже про оперированных за 30 лет там люди масса которые сейчас живут по сей день так как их не лечить подумайте пусть и курят они пьют и прелюбодействуют а как иначе то надо лечить и он грех истребить сначала грех надо причина болезни и смерти грех все понятно все понятно причину убрать а причина не убрана это бесполезное дело одно место лещите другое калечите да я это все знаю но это так я не стал бы плюс минус такой сто на сто процентов промежуток то есть какой-то между тем и тем наверное кого-то надо а кого-то и не надо а кого-то можно а кого-то даже не стоит трогать это я знаю такие люди есть вот так то вот я эти вещи дать не просто вам задаю у меня есть определенные мысли на этот счет скажем вот по большому счету люди живут с богом или чертом вот так вы согласны с этим то есть других вариантов то нет ведь или я ошибаюсь ну достоевская есть выражение что дьявол борется с богом а с поля битвы сердца людей ну понимаете я я слышал что около 80 там пяти что ли процентов болезни одна нервных нервных перейдем мы ложимся спать сейчас мы помолимся сейчас будем молиться мы молимся бога за этот день сегодня была литургия причастники у нас день общины собрания после собрания занятия мы все время заняты у меня в комнате голуби у меня три голубят не а 7 6 лет а у меня не машина не мотоцикл я летом гоняю на велосипеде туда-сюда мне интересно жить но каждый день готовлюсь к смерти каждый день вот спрашиваю ну как же я на суд божий собираюсь идти это храм божий храмы я его берегу как могу меньше надо спать больше длится она встает ему бог подает это известное выражение это не потопаешь не полопаешь это меня есть говорю царство небесное вот значит и есть конечно вот пациенты ну я как бы говорю почему потому что моя работа я значит вот мануальная терапия раз значит прикладная кинезиология не знаю знаете ли вы об этом как бы метод для лечения это не знаю как вы к этому относитесь значит остеопатии занимаюсь музыкой лечу там вообще у меня за 30 лет столько всего накручено наверчено поэтому я у меня есть уже по полной программе можно сказать мошенник с юридическим образованием я уже все ярлыки уже развешал на меня понимаешь даже не знаю мне значит и мать суду придавать сколько будем лечить подожди живет подожди не вы не правы при всем уважении к вам вы не правы потому что нельзя навешать ярлык потому что вот я так сказал я может соврал я примите как это весь юмором сказал но дело в том что никакого значения это не имеет волга я буду жить или мало больной ли здоровый я прилагаю все чтобы тело свое не повредить но не далее это молитва пост занятие святой библии помощь ближнему посетить навестить болящих что нам господь христос заповедал врач должен в первую очередь на диктекторы лжи проверить на своем верить ли в бога молится ли соблюдает ли посты православной церкви а это что вы делаете варьируйте это не поможет не поможет совершенно подожди давайте так я случай расскажу из практики иначе было мне один человек значит вот скацихима он больной хронический бронхит там все дела и вот он пришел и вот у нее все плохо 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 я могу ли слушал ну ты вот как церковь веришь в церковь ходишь там причастие исповедь знаете и он говорит да нет вот я рассказал как это делал и как это процесс совершить знаете пошел туда и и и потом я встречаю его года через два он женился на медсестре в которой гербанец я езжал уже двое детей от этой медсестры а вот плакал все ходил что у него жена понимаешь умерла и что он дружить там не может а вот как то так получилось что вот я на путь-то наставил и человек и ожил и детей завел и все на как от не лечить то это подумай как не советы не давать это мы что же как вот проповедовать и мы тоже доктора да проповедуем немножко видит кое-что я бы не так сказал что вот это вот правда вот это я вот это нельзя вот это нельзя у каждого свою выборку это ты бога верит кто-то не верит книги в библии книга Серахова 11 глава 11 стих написано. Продолжительной болезнью врач пренебрегает. Вы себе щеркните, потом найдете. Серахов. Книга Иисуса Серахова 11 глава 11 стих. Продолжительную болезнью врач пренебрегает. И дальше. Врач пренебрегает. Лечи, он болеет и болеет. И врач уже махнул рукой. Дальше, 39 глава, 38, 4 стих. Вот это вам будет очень интересно послушать. Смотрите. «Почитай врача, почитай честью по надобности в нем, ибо Господь создал его. И от Вышнего, от Бога врачевание, и от царя получает он дар». То есть пенсию и все. «Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли вода сделалась сладкой, чтобы поздно наболосило его? Для того он и дал людям знание, чтобы прославляли его, Бога, в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. «Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли от врача. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, исправь руки твои от всякого греха, очисти сердце, вознеси благоухание из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающее. И дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он, врач, нужен. В иное время и в их руках бывает успех, то есть не всегда, но иногда. Ибо и они молятся Господу, если вы молитесь, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает перед сотворившим его, перед Богом, да впадет в руки врача, то есть он будет врач резать тебя, прижигать. Сын мой, над умершим пролезь слезы, и как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь. Прилично облеки его тело, и не пренебреги погребением его, горько да будет плачь и рыдание теплое. Продолжи сетование о нем по достоинству, день или два для избежения осуждения, и тогда утешься от печали. Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечно истощит душу, силу. Видите как? То есть врач нужен, но иной раз, и врач должен в первую очередь спросить, верит человек или не верит? И вы сами верите или не верите? Я православный человек верю, конечно, да. А почему без бородой? Православный без бородой, почему? Ну, это не знаю. А что, надо бородатым быть, да? Обязательно. Это Бог создал-то, что вы не знаете? Посмотрите на иконы, православному легко доказывать. Христос с бородой, апостол с бородой. А зачем тебе быть похожей на маму? В доме должна была одна мама, один папа. Ну, я считаю, это не самое главное. Это вы считаете? Да, и не грех. Да, конечно. Давида, когда слугам, которых отправил, он там, сочувствует другому царю, полбороды обрели, он их не запустил обратно в Иерусалим. Отправил в город Иерихон проклятый, пока не отрастет борода. А мы идем в небесный Иерусалим. Протопопа вакуум считал это блюдодейной ересь. Без бороды, да? Бритье, скобление лица. Это даже не мужчина. Это не мужчина, это так, средняя тварь. Жестко, жестко. Ладно, хорошо. Ладно, ладно. Пусть будет так. Не обижайся только. Не, 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 ты что, я всю жизнь работаю с людьми. Меня знаешь, сколько набили? Тут миллион раз так, что я могу. А вот посмотрите, Володя снимает, какой он юноша. Какая борода-то? Вот, Виктор, у меня тоже борода бывает иногда. Маленькая, у вас хорошая была. Виктор, вот посмотрите, он в армии служил, сейчас работает учитель, учится в семинаре. Подойди, Алисов, покажи поближе со мной рядом. Посмотри, какая бороденка-то у него. Но он и не трогает. Бороденка, ты посмотри, мой усы-то седые, седая борода бьет. Мой седые, это прекрасная. У тебя же это же не седая. Седина, это возраст. А возраст, с возрастом мудрость приходит. Ну, все понятно. Вот ладно, хорошо. Давай, да-да, конкретный вопрос, значит. Ну, вот так понял, значит, то есть к медикам ты так прокладно творишься, значит, ну, как бы допускаешь все эти вещи, ну, пусть будет так, неважно. Ну, неважно, конечно, что, ну, все равно мы нужны. Вольно-невольно там написано у вас вот то, что вы сейчас читали, ну, как бы, вот это лечить, это лечить, мы не имеем такой возможности, то есть мы работники вот такого, как бы, муниципального учреждения, кто приходит к нам, того и лечим. Другое дело, что вот занимаюсь вот разными методами лечения, которые вы называете ерестью, расстрелять меня надо за это тут же, завтра. Значит, бывает так, что меня боятся пациенты иногда. Почему? Вот, говорит, иду, иду к вам, дошел до двери и обратную сторону пошел. И так раза два-три. Чем объясните? Я объясню тем, что к врачам доверия нету. Знания никакие, скорее кандидатскую защищать. Человек приходит, я ему говорю, что я буду оказывать, скажем, лечение платно, цену, знаю, там все, договорились, он приходит, до двери обратно убегает. Ну вот я вам говорю, я знаю, какая причина. Не доверие. Не доверие, он не верит, что вы его вылечите. Я вам расскажу, смотрите, я когда с людьми встречаюсь, я говорю, я врач, кроме того, врач. А образования нет. А как? Я говорю, сейчас узнаете. Я начальник детского лагеря, создатель православного лагеря. 43 года, это не 2 года. У меня тысячи детей перебывали. Но одно из условий, чтобы с собой не было ни одной таблетки, ничего не было. Вот она приезжает, бледная как полотно, девочка. У нее со спинным мозгом. Очень нехорошее подозрение. Ну, а приехала, кульки там, разные, лекарства. А приехали без предупреждения. Надо разрешение было взять. Я говорю, лекарство выброси. Она, которая ее привезла, уприхаривается. Она разворачиваетесь на вокзал. И они решают выбросить лекарства. Девочку эту привозят в лагерь. Я ей даю льготы. На жар ей нельзя. Я хорошо понимаю ее. Она с нами вместе. И когда она поехала, она с нами идет по ягодам. Едем корень, идем пешком, все босиком. Акунпурное лечение через подошву. Это все надо знать. На каждую точку найдет сердце, почки. Идем корень, солодки копаем. Каждый день до 6 раз купаются дети. И когда поехала домой, ее никто не может узнать. Она розовое лицо. Почему? Посты соблюдают. Она свежее молоко. Что нужно достать можно? Полная спокойствие. Утром день начинается с молитвы, чтения Слова Божия. Полная защищенность ребенка. Четыре раза делаем разбор поведения. Я не врач. Вообще образования нет. А врачи спрашивают, а как вы могли догадаться? Я вообще ничего не знаю. Я доверяюсь Богу. Вот ребенок кашляет. Ну что кашляет? Я его на кухню, льготу. Специально купленный мед. С горячей. Там размешаю с малиной, с молоком. Проходит дня два. Готовое дело. Ребенок уже не болеет. Надо любить. Своё дело. Ну это же не автоматически. Я не люблю, скажем, кто-то другой не любит. Я тоже, как вы, люблю своих пациентов. Я бы не работал как дурак в этой медицине. Бесплатно практически всю жизнь. С молитвой? С молитвой. С молитвой. Ну я моюсь. Я 20 раз на дню моюсь. Потому что иначе бы меня уже не было давно. Почему не было? Потому что вот такая ситуация была в моей жизни. Приходилось мне встретиться с Сапаной лично. И силу он мне большую давал. Но силу эту не взял. Так вот как вот ты расценишь это всё? Он представился великим князем. Совершенно в такой обстановке, которая не предполагает каких-то специальных вещей. Это мы в Ярославе у художника встретились. У Олега Атрошко такой художник у нас в Ярославе есть. Значит, он анималист. Природу рисует. Бухарей всякий. Так вот. И вот мы с ним встретились, с этим великим князем. Прямо у него в мастерской. Фамилия у него Голицын Рюрикович из династии Романовых он был. Понял, что давай держать. Вот. И как вот расценивает это? Столкнулся, говорит. То да сё поговорили. Я говорю, доктор. Он говорит, про себя ничего не говорили. Я всё про тебя знаю. Только ты видишь, как бы доктор хороший, но можешь стать ещё очень лучшим, как бы доктором. Но когда ты это даёшь, да это? Вот давай я тебе силу прямо сейчас дам. Я говорю, а что надо-то для этого? Он говорит, только руку положу на голову и все дела. Я говорю, давай, вожи. Так чуть не унёс. Чуть живой остался я после этого. У меня врач попала в лагерь. Ну я как-то маленько отошёл. А она решила лечить. Она врач хороший, с красным дипломом. Там два диплома, кажется, у ней. Так она мне весь лагерь зелёнкой покрыла. Где ребёнка комару кусил, она всё зелёнкой. Я намертво запретил прикасаться. Ребёнок должен знать, что он здоровый. И на этом всё. Дети на самом деле очень больные. Я даже знаю, почему они больные. Только никто не слушает меня. Потому что, знаете почему? Вот почему процентов на 90 дети у нас больны? Я знаю, вы меня спросите, я вам отвечу. Давай, вот я-то знаю, потом сравним. Говорите вы, говорите. Значит так, ну, вот с моей колокольника получается. Никто женщин не готовит к родам. Таз у них не готовит к родам. То есть таз это определённая анатомическая структура. Она должна быть ровная, хорошая, аккуратненькая, круглая дырочка на выходе. А у большинства наших девушек и женщин, которые, ну, как бы, собирается рожать, и там, значит, у них этот таз перекошенный. И, соответственно, значит, как бы, когда ребёнок рождается, он рождается очень косо. То есть ему приходится пролазить через дырку-то неровную. И часто дети наши травмируются во время родов уже. Изначально здоровье быть хорошим не может, потому что эта травма практически сохраняется у неё на всю жизнь. Это понятно? Значит, так опять же, кто слушает нас, вот, мануальных терапевтов, вот в таком месте. То есть надо создать определённую службу, которая помогала бы женщин подготовиться к родам. То есть подготовить их в таз, чисто анатомически, костно, для родов. Это раз. Второй момент, значит, ребёнок травмироваться самым сильным образом во время родов. Самая сильная травма у него была. Только он об этом забывает. Опять же, если он травмироваться, даже при нормальном тазе, надо каждого ребёнка смотреть и подлечь их буквально в первые дни, там, недели, месяцы от рождения. Кто это думает и знает. И вот проще отпомкнуться, нет такого вот, фигня это всё, то есть, как бы, вот, ну, знаете, вот, так вот, отношение-то в медицине такое, вот, к нетрадиционным разным методам лечения. Вот как бы герлычок меня навесили, вот и всё, фигня это всё, от сатаны это всё. Ну, не может же такое быть. Раз боженька мне помогает, а мне помогает конкретно, если он разрешает, если он меня не убивает за это, если он меня никаких козьих не строит, так я думаю, что прав я, наверное. И я ошибаюсь. Почему раньше никто их не готовил? Никто. Вот у моей мамы 12 детей. У бабушки, кажется, 18. Ну, и умирали-то как? Ну, как вот? Мать говорит, тётка Лисофета у нас, Кочкина, вместе там, жали они серпом ещё хлеб. Вот, отошла только, ушла, суслон называется, снопы составлено это. Прошло маленько-то минут, сколько-то, ребёнок плащет. Подошли уже двойня. Вот и всё, два дня отдых, декретного ни одного дня нету, ей 70-80 лет ещё живёт, ни одного больного ребёнка нет. Никто этого не знал. Готовь, у меня сестра, моложе меня, моложе, у неё семь ребятишек. Да какие дети-то, берут никуда-то в президентский полк. Сто процентов здоровья. Другой там в дивизии Дзержинского службы, там в Германии был. Ребята, ну, то, что ценно самое для государства-то. У другого сейчас, я не знаю, сколько у Давида, пятеро, кажется, у этого четверо. Ни одного больного ребёнка нет, все рожают, никаких кесаревых не делают. А вот к этому, так можно ещё вопросик к слову? Насчёт экстратемпорального освобождения, вот Алексей Второй, говорят, предлагает такую вещь, что запретить это, как Бога неугодная вещь. Неугодная. Надо Богу благодарить. Экстратемпоральная, это то, что человек кричит, я хочу, дай. Как правило, нет у кого, делали аборт, она уже их десяток уничтожила. И поэтому не способна родить, у неё всё разрушено. Нету, значит, не надо. Благодари Бога, усыновляй кого-то. Хорошо, следующий вопрос, скажем, вот бомж, опустившийся человек, он никакие запады не соблюдал, они соблюдают и не будут соблюдать. Спившись, у неё как зайчиха, блин, рожает одного за другим, в детские дома отдаёт, скажем. Ну, человек верующий, как бы, и нет у неё детей. Ну, как тут, несправедливо, я считаю, это как-то... А не надо считать, что есть, должно быть по-божески. Принять это от Бога. Для меня вопрос никогда этот не стоит. У меня нету слуха, у меня больное зрение. Я считаю, есть слепые совершенно, есть глухонемые. Для меня этого достаточно, Бог определил. Надо мной всё время Бог. В любом вопросе. Я мог быть выше ростом, мои братья все выше меня, а у меня только метр семьдесят два. Это я согласен с вами, конечно. Легко смириться, если это касается другого человека. А если касается близких своих и самого себя, то это, ну, не знаю, я себя вытаскиваю уже всю жизнь. Если бы не вытаскивал, меня бы не было. Вы святую Библию считаете? Она у вас есть? Есть, да, есть. А вы её каждый день? Вы её каждый день читаете? Не каждый день, конечно. Вот. Так вот, в Фессалоникийском первое послание, 5 глава, 18 стих, написано, «За всё благодарите, ибо такова воля Божия у вас во Христе Иисусе, за всё, и за болезни, и за здоровье. Это дар Божий болеть. Это Бог меня полюбил. У вас много друзей, за вас молятся. Вот я примеры рассказываю из своей жизни. Почему? Ну, зачем я буду куда-то лезть-то? В потёмках я пошёл, свет там почему-то погас старая. Нога не поднялась, я из углярки вылажу, а тут кто-то наставил вёдра. Вёдра стоят вот так вот. И я всей силой через эту преграду из угля вылазил, когда грохнулся, и на сантиметр я бы голову снял себе. Встал, первым делом что? Мороз около 40 градусов. Я снял в шапку и стал молиться, а времени ещё 6 нету. Господи Божий мой, да кто же за меня так молится, что ты меня ещё раз пощадил? А где я был? Я при смерти сколько раз в жизни был. Это меня Бог так сделал. Я первым делом возблагодарить Бога. А раз я благодарю, Господь меня ещё и ещё спасёт. Он открыл шлюзы благодати на меня. А если бы я воздроптал, да куда Бог смотрит, этому даёт, этому не даёт, у меня даже мыслишка такая не возникает никогда. Я благодарю Бога. Я доволен. Ну, я с вами солидарен, потому что, ну, что говорить, вера в Бога, не вера. Если мне Бог помогает конкретно, вот я попросил, он сделал, попросил, случаев таких был, не один, не два. Вот я прошу, он говорит, да, пожалуйста, ну, значит, любит он меня, наверное, я так понимаю. Тут надо так сказать. Апостол Павел говорит, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, вот дай, дай, мне надо, то мы несчастнее всех человеков. Всё это временное. Ну, не... Бывает экстремальная ситуация, когда он сам где, ну, попросил и слушай, и получилось вот так вот. Ну, бывает. Бывает такое. Да и надо всё время Богу доверяться, не экстремальных условиях. Бог дал, Бог дал. Нет, ну, я доверяюсь. А как же, если Бог... Вот, кстати, вот насчёт то, что вот, ну, есть вот люди, которые вот ходят в церковь, ну, видите вы, да, вот, ходят там, соблюдают пост, вы говорите, ну, говорят об этом. Вот у меня мама, она не православная вера, она у меня протестантка адвентистская седьмого дня. Вот она мне говорит, что вот надо, ну, она, Библию-то они изучают, они там, она, ей уже 83 года, она шпарит Библию-то, как бы, целыми главами наизусть. Вот она, вот у неё, идея-то такая, вот давай, вот это всё, я говорю, мам, вот я тебя люблю, я же всем об этом на каждом углу не буду рассказывать, так же и Бога любви, я же не буду об этом всем рассказывать, правильно? Вот, и я не прав. А о чём рассказывать? А вот о Бога любви. А любви к Богу? Ну вот, нет, вот есть такое мнение, что надо всем рассказывать, это как-то, пропагандировать себя прямо с колотушкой в руках. А как ты можешь не колотушку? Зачем это утрировать? Если вы получили этот дар, вот допустим, человек был слепой, и он прозрел, Христос исцелил, и он пошёл, и всем стал говорить, Господь говорит, не говорите, а они все до одного говорят, почему не утерпишь, любовь тебя будет распирать, она будет плескаться, как океан. Христос умер за нас на кресте. Он, Христос, сошёл с неба, через Деву Марию воплотился от Духа Святого. Как я могу молчать, что Он меня возлюбил и избрал? Избрал. Нас 10 детей, и меня первого избрал. Где я был, там не выходишь живым. Лагерь смерти. Пять тюрем за плечами у меня. Не просто биография моя. И я чудом вышел. И как-то по санкции МГБ проходил. Как политзаключённый, я верующий. Это Бог так сделал. Никуда, ни одного шага без моего Бога я не мог сделать. Нигде. И сердца начальников ко мне располагают. Вот вообразите, мы за три года с нашей поездкой миссионерской проехали от Находки до Лиссабона. Прошли Турцию, Афины, Скандинавию, Прибалтику. 450 городов и сёл. И это мы сделали по любви к Богу. В каждом месте, куда мы заезжали, я оставляю книги свои. Я автор 38 книг. Дарю в каждой библиотеку. Мне это интересно. Мне это интересно. Понятно? Я всё понял. Я книги ваши сейчас начал скачивать, я почитаю их обязательно. Там на все вопросы ответы, какие у вас возникнут. Притом не моя мудрость какая-то там. Мне интересно жить, потому что я узнал о Христе, что я живу в этом мире не для себя. Благослови, Господи. И каждому я ему свидетельствую. Вот юноша стоит, Володя, он у меня как келейник здесь, а мы не знали друг друга, он сирота. А келейник это кто? Ну, в келье, когда живёт старец, а ему помогает который ученик его. Помощник, да, вроде? Да. И мы вместе живём, и на всё это одно. Вот он, брат, который приехал, он в семинарии экзамены, это не экзамены, как он их, сессия называется, создаёт. Мы строим с нуля православную деревню, он там учительным работает. Мы роднее родных. И его отец, старше меня, кажется, Витя, на сколько? На три года, наверное? Ну, с 35-го он. Ну, с 35-го, на четыре года он моложе меня. А крестили, когда я его воспринял, я для него крёстный. Вот как. Видите, как Бог устроил-то. И у нас и мама его крестилась, а он первый пришёл, потом сестра. У нас другая жизнь совсем. Брат у меня протеерей. Мы не просто верим, мы целиком желаем себя отдать Господу, куда он меня позовёт, чтобы быть Вадимым Духом Божьим, родиться свыше. Я понял мысль вашего. Ну, видите, у вас как бы профессия такая, у меня профессия врачебная. То есть мне как бы, вот я в этой профессии, то у меня время остаётся напопить, напоесть, да, да. Мне просто нет возможности. Ваша хорошая профессия. Вы можете много добра делать. Больных лечить, доктор Гаас, больных, которые не могут заплатить, доктор Гаас, Фёдор, Немец. Приходилось лечить всякое, и платное, и бесплатное. Всю жизнь вообще в медицине, в муниципальной, считаю, бесплатно так работаем. Вот скажите, значит, скажите, скажите, как удобнее к вам, батюшка? Что, как? На вы, на ты. Как к вам обращаться, на вы или на ты? Да как угодно вам. Я не претендую ни на то, ни на другое. Ну, хорошо. Ну, вы, я стараюсь на вы говорить, иногда на ты проскакивает. Ну, уж извините. Вот, скажем, вот, ну, католики, протестанты, вот, как, вот, скажем, в православии к этим концессиям относятся, скажем, тоже христиане, так, по сути своей. Я почему говорю, потому что родители у меня, вот, протестанты. Я вам отвечаю сразу, вопрос понятен. Там, где нет священства, есть пескопата, от апостольских времен, от апостола рукоположили, те других, и где разрыв, как у протестантов, это не церковь. Адвентистов седьмого дня я хорошо знаю. Это люди прекрасны. Но они не церковь, а вне церкви нет спасения. Это заблуждение и ересь. А католики – это церковь. Григорина Армянская, апостольская церковь, копты и сирийцы – вот пять. И православие – пять. Православие – это старые абрятцы, новые абрятцы, греки – это все одно. Так, попробуй немножко возразить, поскольку я, ну, не очень так уж продвинулся этих, скажем, папа римский, это же католицист, правильно? Да. Он верующий, он христианин. Стоп, подожди. Его считают Богом на земле, но это же неправильно? Неправильно. Тогда отчего же... Дальше мы примать папцев не принимаем. Он один из епископов. И нигде Господь не сказал, что они преемники Петра, во-первых, а потом, что ему должны другие подчиняться патриархии. Этого нет. Это выдумка католическая. Нет, вы же католиков, скажем, ну, как бы за них там, как бы симпатизируете, а протестантов не протестируете. Протестанты, зачем они существуют? Они как раз с католиками борются с этим, что вот они... Нет, дело не в борьбе. Я сказал рукоположение, но вам неизвестно. То есть они законны. Допустим, в армии генерал, и вдруг говорят, а вот генерал, спросили где они, где они двое, собрались дома, погоны шили и надели. Вот это протестанты. Они фальшивые. Они не относятся к церкви. Они возникли в каком-то году, никому не подражая, их никто не руку полагал. У них нет власти. Вы не знаете Библию. Я бы сказал, это число, 16 глава. Это потомки Дафана, Аверона и Корея. Это хорошие люди. Хорошие, но они не церковь. Ну, бог с ним, это самое. Пусть будет так. Ну, вот я-то примерно то же самое. Потому что, вот мама там ей говорит, вот они очень пропагандируют это все. То есть, они Библию-то знают наизусть. Они вот это просто внедряют, внедряют, внедряют. Ну, опять же, как вы говорите, надо же об этом говорить. Но я об этом не говорю. Почему? Потому что люди-то, в общем-то, не слышат процента на 99. И слушать-то не хотят. Меня просто побьют. Вот у меня иконка стоит в кабинете возле, ну, в мониторе. Называется «Нечаянная радость». Наверное, знаете вы такую иконку. Дева Мария с этим, с младенцем на руках. Называется «Нечаянная радость». Но не суть важная это. Приходит ко мне пациент и мне говорит, а почему у вас иконка на столе? Я говорю, а что такое? А почему вы оскорбляете мое достоинство, потому что я человек неверующий, а вы тут со своей иконкой как бы передо мной? А я, может, иди в жопу говорю, нафиг. Потому что ты не веришь, твое дело, это как бы, может, так вот и неправильно. А вот бывают такие вещи. Понимаю, что вот... Куда пришли, в больницу к нему и начинают или где? Да, да. Они разговаривают с ним, прием окончен и все. Да все, я вот в жопу посолал и все. Не надо, мое достоинство, твое достоинство сейчас лечиться. И ты больной пришел ко мне. И здесь музыку заказываю я, плясать будешь ты. Так это, все понятно, понятно. Все просто, вот люди, да сейчас идет ситуация такая, люди друг друга не слышат. Вот даже собеседники, вот вы заметили, один говорит, а второй может вообще не говорить нисколько, он только говорит, вот да, да, ага, и все, хватит. Потому что люди любят говорить, а слушать-то никто не хочет почему-то, не знаю. и вот мы бы, конечно, говорили, вот даже скажем, про то, что я знаю, скажем, своей специальностью, ну интересно, но опять же, тут не совсем получается, во-вторых, и честно говоря, не надо это никому. Все сами, сами, сами вот малыши смотрят. Как малыши вы относитесь, ведущие, физиона? Вы больше не обсуждаете о медицине. О медицине. Тут все на глазах. В духовном плане также люди, не знающие ничего, начинают спорить. Я учусь 53 года, непрерывно учусь 53 года, ежедневно. И считаю, что я знаю очень мало. Ну это все правильно, я всю жизнь учусь и тоже считаю, что ничего не знаю. Следующий такой вопросик. Игумен Н. Книгу написал, от чего нас хотят спасти НЛО, экстрасенсы и прочие кудесники и волшебники. Такую книжку вы читали, смотрели? Я писал Игумен Н. Не знаю, в общем, это демоны, это демоны являются, демоны, черти. Ну там, это кто, смесь автора? Нет, который вот ДНЛО показывает и все. А почему он писал я не считал, не знаю. Ну вот вы почитайте, может быть любопытно, вот не знаю, заходите, нет. Я не рисую это, я знаю, все это явление, все это, запрещено церковью. Это бесы, демоны, падшие с неба. Я согласен с вами. Ну просто эта книга, 600 с лишним страниц, там это все аргументировано, рассказывают, на примере Цветаевой, Высоцкая, там, помните, черт, который во мне сидел, там, в каждом человеке бог и черт есть, один на левом плече, другой, там, ну скажем, в виде ангела, на другом плече сидит, правильно ли? Кто одеяло, на кого плетели, так оно и верит. Сидите, сидите, но это так. Я знаю, справа сидит, у меня ангел хранили, я с ним даже разговариваю, ну, при помощи, свои способы, а на бедность. Вот это церковь не признает, это обольщение, называется прелесть, я не люблю это слово, но это так, этого нельзя делать. Я не знаю. Там демон может быть, и он вам показывает, и вас ведет туда, и веры не дает. А ну-ка, перекреститесь, как вы креститесь? Ну, пожалуйста, это... Вот куда вы руку-то суете сюда, вот куда, на плечо надо, ровно, вот, там, это формат, да, чрево, о, правильно, а потом поклониться. Вы сказали мне, 20 раз в день молитесь. У вас... Не, ну, это, ну, я объясню, почему. Да, поясните, пожалуйста. Ну, потому что я работаю, ну, вот, есть такое понятие гипноз, слышали, наверное? Знаю, это сатаны. Да, так вот, я в свое время, подури, это, в общем, прошел обучение по этому гипнозу, и получил, ну, сертификат. И вот я все, на весь период обучения, значит, пытался обойти в состоянии гипноза, потому что вот учился в Питере, у Эйды Миллера такого, Эдмонда Георгиевича, очень известного психотерапевта питерского, значит, я вот на фоне, значит, занятий вывел в состояние клинической смерти, на фоне гипогликемии, он ушел в транс, и чуть не помер у нас, вот, сахарами он напыел, накромил, оживил, но не про это разговор-то. А вот пытался, я пытался, я с ним разговаривал, говорю, как вот мне, слушай, все вот поплыли, все там, как бы, в транс вошли, а я говорю, меня не торкают, не помогают, ничего. Он говорит, слушай, надо тебе попытаться, это войти, да раз ты будешь заниматься гипнозом. Я пытался, я вошел в состояние гипноза, случайно там, и знаете, я из него, там, наверное, года, не года, ну, полгода она точно не мог выйти. А вы когда, ладно, это суть такая, вы когда причащались в последний раз? Ну, это буквально в прошлое воскресенье, или субботу, субботу. А вы священнику об этом рассказывали? Вот что сейчас говорите мне? Вот я вам, это самое, и когда вот я впервые, впервые в жизни решил, значит, исповедоваться и причаститься, это я не знал, как ситуация, ну, тут, как это делается, вообще никогда не делал, значит, и когда я пришел, я узнавал, там вот говорят, меня в другую церковь куда-то уводило, ну, судьба, не знаю, демон, наверное, скорее всего. Ну, в конце концов, я попал в ту церковь, у нас три церкви в городе, значит, Роскресеньский собор, и две другие церкви, в которые, ну, мне не нравится ходить, потому что, ну, я не чувствую там, ну, не знаю, может, это неправильно, я человек ощущений, я там Бога не чувствую. Нет, у вас должен быть один духовник, а не то, что чувствуешь, нравится, это самая, один должен. Подожди, вот я, я выбрал, значит, пришел, значит, на исповедь, я с батюшкой это вот, и поговорил, говорю, знаете, я пришел на исповедь, ну, и причаститься хочу, но, вот, у меня вот я тем-то, тем-то, тем-то занимаюсь, вот, и я не знаю, как это трактовать, вот это, значит, дал ему кассету, лекцию такую, большую, значит, по тому, чем я занимаюсь, он мне дал вот эту книжечку, про которую я говорил, вот мы обменялись, почитали, через недельки-две встретились, вот у нас была беседа такая, часа на два, он говорит, в принципе, ничего кромольного я в этом не вижу, в принципе, ну, причастайтесь, поедайтесь, ну, как бы, ладно, я почитал эту книжку тоже, для меня она открыла очень много, как только я прочитал, знаете, такие неприятности пошли, просто вообще стали бомбить со всеми поругался, в аварию чуть не попал, книжка такая, ну, не знаю, опасная для здоровья, можно сказать, потому что там написано откровение определенное с примерами из жизни конкретных людей, ну, неважно, эта книга прочитана, в принципе, я просто мнение, раз вы не читаете, сложно нам разговаривать, но то, что я против экстрасенсорики, экстрасенсорики, да, значит, и, так, вот говорите, духовник, да, у меня был батюшка, Роман, улыбковая его фамилия, ну, вот фамилия-то, конечно, блин, вот это нельзя бы говорить, тем более, вы собираетесь туда, куда-то поместить, я думаю, что вообще-то не надо бы помещать, зачем, ну, для себя оставили, может быть, потом перелистали, ну, как хотите, в принципе, босния, видите, персонале, мне надо было болтать-то вам, но суть-то в чем, да, вот он был определенным духовным наставником, да, я слушал там, ходил к нему, советовался, и вот на прекрасное время я понял, что, ну, не тот он человек, нафиг я ему не нужен, как это вот, пастырь-то это самое, ну, это разные такие вещи были, и я, честно говоря, вот, вообще в целом, в церковниках-то, разочаровался, не в церкви, а в церковниках, кто в этой церкви есть, потому что, ну, люди-то, они как бы, ну, тоже все показное, понимаете, и, я думаю, что церковь, это отнюдь не Бог. Правильно, церковь не Бог, но она оставлена Христом на земле, как Христова невеста. Это да, в принципе, это они так и объясняют, вот это тоже, Левкомник говорил, значит, то есть, зачем мы нужны, то есть, мы профессионалы, мы знаем, как с Богом общаться, как разговаривать, то есть, ну, они как бы, вот эту процедуру лучше знают, чем, скажем, вот это дома, можем общаться, там, молиться, что-то там, разговаривать каким-то образом. Ну, не знаю, видишь, я ведь вот тоже все это анализирую, смотрю, что плохо, ну, получается так, что, ну, не знаю, если я живу пока, а не должен жить, значит, наверное, боженьки это угодно. Ладно, суть понятна, я хочу сказать, чтобы вы знали, вот, если вы этим занимаетесь, вас отучать от церкви надо лет на 10, от причастия, это самое минимум, а по полной программе до 18 лет, это каноны, правила церковные, православная церковь. А чем этим, вы даже не знаете, чем я занимаюсь? Ну, я, к примеру, там, гипнозом, как вы занимаетесь? Нет, я же, я же понял, я не занимаюсь, как Кашпировский, там, Шумак, которая... Я против всю жизнь этого... Вот, случай такой был, можно расскажу буквально? Я не знаю, вас задерживаю, не задерживаю, потому что у меня есть время, а у вас нет. По делу говорим, чтобы на мне не пустоту заниматься. Лечился у меня один экстрасенс. Ну, знаете, они вот так сидят, несколько человек, тучи в небе, разгоняют взглядами, сидят и разгоняют. Я говорю, слушай, так вроде как бы дело-то неблаговодное такое, чем занимаетесь. Он мне сказал такую фразу, так, слушай, говорит доктор, ведь Бог-то высоко, а дьявол-то на земле правит. Мы ему служим, это буквально экстрасенс сказал такую фразу, то есть тут... Это сатана сказал, это дьявол сказал вам. Так нет, вот он подтвердил, что да, экстрасенсы, они служат дьяволу, так я вот с вами союзирую. выходили, учили, занимали, вас уже нужно теперь скоблить и отмачивать. Вы уже под эпидемией божественной. Не надо сглаживать, вот вы должны чисто признаться, съездить в монастырь или где-то, найти на стадии, увидеть духовника, который понимает, чтобы он вас разгромил. Я лечу, лечи травами, собирай травы, если знаешь, лечи, и все на этом конец. Не надо никакие методы. Один метод и отстанет греха, а остальное пчелы, мед, разное там прополе, что у тебя есть еще. Вот это лечи. Ну ладно, Игнатий Тихонович, все понял я. Благодарю за беседу. Слава Аллилуйя. Отключайтесь. Слава Богу, удачи. Хорошего делал вам. Вот, пожалуйста, врач. Я хотел лечить, но я уже перевел ему. А так все при мне. Я... Главное, не болей. Не греши.